Мы все-таки с денег. Бюджет края на этой неделе обсуждали несколько раз и на публичных слушаниях, и на заседании профильного комитета законодательного собрания, наконец, на самой сессии законодательного собрания Красноярского края. В общем, много говорили о деньгах. Да, и сегодня наш эксперт, исполняющий обязанности министра финансов Красноярского края Владимир Викторович Бахарь. Здравствуйте. Здравствуйте. Это тот человек, который знает про деньги Красноярского края. Все, так мы понимаем. Владимир Викторович, я так понимаю, что Вы присутствовали на всех этих обсуждениях бюджета, и на профильных комитетах, и на общественных слушателях, и на заседаниях. Где Вам больше всего понравилось? Ну, Вы знаете, действительно, у нас июнь месяц, июнь текущий. Он достаточно насыщенный в целом в разных форматах обсуждения бюджета. В этом смысле мы открыто стараемся работать, и для нас любой формат приемлем. Прежде чем перейти к обсуждению, я предлагаю посмотреть сюжет, но чтобы напомнить всем, и в первую очередь Вам, наши зрители, как мы собираемся жить в Красноярском крае в финансовом плане. Давайте посмотрим. На этой неделе краевые власти всех ветвей обсуждали исполнение бюджета прошлого года. Сначала в виде публичных слушаний, затем на заседании профильного комитета законодательного собрания, и, наконец, в виде отчета председателя краевого правительства. Хотя 2013 год уже и принадлежит истории, однако именно там стоит искать причины бюджетной ситуации, которая сложилась сегодня. И понимание этих причин может помочь в решении проблем бюджетной разбалансированности. Сегодняшнее публичное слушание должны стать прологом для принципиального разговора и серьезной корректировки финансовой политики на следующий год. Формирование параметров бюджета на год следующий уже начинается, и поэтому мы этими публичными слушаниями даем старт новой финансовой политики. Бюджетная политика, финансовая политика, она должна подвергнуться корректировке по многим направлениям. Именно в 2013 году произошли такие события, как переход на программный бюджет, окончательный переход на новую систему оплаты труда бюджетников с одновременным потягиванием уровня зарплат к средним по региону во исполнении президентских указов. Именно в прошлом году стала портиться конъюнктура цен на наши экспортные товары, и тогда же появилось понятие консолидированных групп налогоплательщиков. Проще говоря, холдинги стали платить некоторые налоги по месту расположения главных офисов, а не производств. И именно в 2013 стал особенно заметен все увеличивающийся с каждым годом налоговый разрыв. Все эти факты были в очередной раз озвучены на заседаниях и отчетах. При этом, однако, 2013 год выдался сравнительно успешным для самой экономики. В 2013 году продолжился интенсивный промышленный рост. Четвертый год подряд мы завершили с достойными, на мой взгляд, показателями. Несмотря на неблагоприятную конъюнктуру на основные виды продукции, объем промышленного производства, тем не менее, в крае вырос на 9%. В среднем по России, напомню, этот показатель составил всего лишь 100,4%. В сравнении, конечно, с краем это совсем другой порядок цифр. Интересной особенностью стало выражение мнения исполняющего обязанности губернатора края Виктора Толоконского. Он, как человек новый, имел право на свежий взгляд и, соответственно, на свежие решения проблем дефицитного бюджета. Задача балансированности сегодня у нас – это не снизить расходы, не прекратить расходы, а повысить доходы. И это задача более сложная. Но она вполне решаемая. У нас есть очевидный рост валу регионального продукта. Он, безусловно, должен отражаться в налоговой отдаче. У нас есть достаточно мощный, активный инвестиционный процесс. Работа с Федеральным Центром по пересмотру межбюджетных отношений, поиск резервов в новых перерабатывающих и инновационных производствах. Работа с крупными налогоплательщиками. В том числе и новый подход к предоставлению налоговых льгот. В целом, исполняющий обязанности губернатора озвучил 8 рецептов с упором на поиск внутренних ресурсов. У нас огромные резервы в обеспечении переработки. У нас мало перерабатывается леса. У нас не перерабатывается практически углеводородная. Ресурсы, которые будут все время добавляться. У нас крайне мало, как ни странно, переработки черпоз продукции. Мало нет. С огромным удивлением узнаю, что свинокомплекс только строится. Что мы даже такие простые сегодня перерабатывающие мощности задержали в развитии. У нас есть, наконец, мощный потенциал новой инновационной экономики. Многие предложения, конечно, уже озвучивались и ранее, но из уст Толоконского, которому удалось реализовать многое из этого в Новосибирской области, не имеющие крупных ресурсных производств, такие подходы вызывают интерес у экспертов. При этом поставлена задача избавиться от дефицита к 2016 году. Это довольно смелый, но объективно возможный срок, учитывая, что в 2015 году все еще будут сохраняться инерционности и тенденции, характерные для сегодняшнего бюджета. Итак, на публичных слушаниях произошло обострение этой дискуссии, на мой взгляд. Не знаю, согласитесь со мной или нет, но Виктор Александрович Толоконский произнес массу новых для края вещей. Было 8 тезисов, которые можно рассматривать каждое отдельно, но все-таки какие были основные новаторские, основные, очень важные вещи для финансов края? Ну, действительно, надо сказать, что в этот раз публичные слушания, как мне показалось, прошли на достаточно высоком уровне. Чтобы, так сказать, прокомментировать, нужно все-таки немножко сказать о том, какие были итоги. На самом деле, 2013 год достаточно наглядно показал о том, что произошли, на наш взгляд, некоторый структурный дисбаланс. Вот о чем я сейчас говорю. Значит, я говорю о том, что все показатели социально-экономического развития Красноярского края, они у нас идут вверх. Темпы роста достаточно высокие. Например, темпы роста промышленного производства 9%, 109% к уровню 2012 года. В среднем по России там чуть больше 100. То есть в этом смысле территория Красноярского края развивается, вносит большой вклад в экономику Российской Федерации. И в целом доходы, собираемые с территории Красноярского края в бюджетную систему Российской Федерации, с серьезными суммами растут и увеличиваются. Включая федеральный бюджет. Конечно. Но в чем есть особенность о том, что я сказал, что некие структурные изменения происходят? В том, что, к сожалению, мы не видим существенных эффектов именно на доходах консолидированного бюджета Красноярского края. Экономика растет. Получается так, что экономика растет. Валовый региональный продукт растет. А денег нет. А, к сожалению, на бюджете Красноярского края это не очень сильно видно. При этом, конечно, основное снижение мы видим по налогу на прибыль. Если все региональные и местные налоги у нас растут, налог на прибыль, к сожалению, у нас снижается. И тому есть причины, есть внешние факторы, о которых мы говорили. Это и цены. Но основное, конечно, это федеральные изменения, федеральное законодательство, которое очень серьезным образом влияет на поступление в бюджет Красноярского края. И в этой связи, конечно, год был сложный. Но вместе с тем я хотел бы сказать о том, что все задачи, которые мы ставили в 2013 году, они были реализованы. Все социальные программы, все социальные обязательства мы выполнили. Это очень важно. А если отвечать уже непосредственно на ваш вопрос, Виктор Александрович, как мне кажется, достаточно точно сформулировал и поставил задачу. Речь идет о том, чтобы мы, уже формируя бюджет фактически 2015-2017 годов на среднесрочную перспективу, стремились к существенному снижению дефицита бюджета. А это и более предметная работа с налогоплательщиками. Это работа связана с повышением эффективности и управления государством и муниципальным имуществом, и большей отдачи от используемого имущества. И второй посыл, который я считаю тоже очень важен, это все-таки мы должны больше стремиться зарабатывать, больше зарабатывать и увеличивать доходы. В то же время, Владимир Викторович, вот в своих выступлениях вы очень часто делаете акценты на взаимоотношениях с Федерацией. Скажется впечатление, что вот только Федерация нам поможет. Или, может быть, мы, журналисты, не совсем правильно понимаем. Вы знаете, до недавнего времени, да и до настоящего времени, Красноярский край всегда считался донором. Мы никогда не получали дотации с федерального бюджета, нам всегда хватало собственных доходов для того, чтобы обеспечить соответствующие расходы. Ну, глядя на то, сколько мы отдаем Федерацию, не считать нас донором, ну, наверное, неправильно. Мы продолжаем оставаться донорами. Мы продолжаем оставаться донорами, но при этом мы сегодня уже имеем максимальный дефицит бюджета. Это немножко другие условия, в которых мы сегодня находимся. И тому есть причины, о которых я чуть выше сказал. Поэтому, конечно, понимая, в какой ситуации мы находимся, и понимая, что, собственно, это не по нашим решениям все это произошло, сегодня, конечно, мы вынуждены работать более тесно с Федеральным центром и вынуждены, и рассчитываем на соответствующую федеральную помощь, для того, чтобы снизить дефицит и компенсировать те выпадающие доходы, которые произошли по причине принятия федеральных законопроектов. Но мы рассчитываем только на помощь Федерации? Нет, конечно. Или у нас есть все-таки собственные ресурсы? Мое глубокое убеждение, что ресурсы такие есть, я вам хочу сказать, у нас консолидированный бюджет Краснодарского края по расходам около 200 миллиардов рублей. Это самая большая цифра в Сибирском федеральном округе. После нас идет Новосибирская область. И я точно для себя понимаю, что в таком объеме средств абсолютно точно есть внутренние скрытые резервы. Поэтому задача повысить эффективность использованного каждого рубля, найти эти средства и, возможно, где-то перераспределить, в том числе на задачи, поставленные руководством страны на реализацию указов президента. Это с одной стороны. С другой стороны, это доходы, то, о чем я сказал. 150 миллиардов рублей собственные доходы, на самом деле основная часть, это от 10-15 крупнейших налогоплательщиков. Поэтому, а при этом, общее количество налогоплательщиков, индивидуальных предпринимателей, да и просто физических лиц, которые являются плательщиками налогов, их достаточно большое количество. Но если возвращаться к федерации, все-таки что-то уже делается, это не только декларация. Может быть, я не все направления озвучил. Речь идет о возможности перераспределения отдельных доходных источников с федерального уровня на региональный. Это, безусловно, поможет нам сбалансировать бюджет, снизить его дефицит. Речь идет о передаче части налога на прибыль. Это 2%, которые с него зачисляются в федеральный бюджет, передача их в региональный бюджет. А также налог на добычу полезных ископаемых 5%. Сегодня не все 100% зачисляются в федеральный бюджет. С другой стороны, еще же выделяются деньги на замещение банковских кредитов на государственные. Министерство финансов Российской Федерации услышало, в общем-то, и просьбы субъектов о том, что часть коммерческих кредитов сегодня нужно заместить бюджетными кредитами из федерального бюджета. Что это даст? Это даст экономию по расходам на обслуживание долга, потому что... То есть выплату процентов. Конечно. Потому что сегодня привлечь кредит в банки, но если раньше мы привлекали по 8%, сегодня, к сожалению, ситуация изменилась, приходится привлекать где-то и 10-11% ставки, значит, они увеличиваются. Поэтому... А государственный кредит? Государственный кредит, речь идет о том, выделено 150 миллиардов рублей, здесь тоже было в начале 100 добавили. То есть процент, процент. Значит, предполагается выделять кредиты под 0,1%. Поэтому посчитать несложно, какая-то будет экономия. Безусловно, это принесет... Главное государственная цель, а не выгода. Но здесь я просто хотел бы порядок цифр привести. Сегодня объем государственного долга у субъектов федерации, он, конечно, достаточно велик, большой. Он измеряется триллионом рублей и даже за триллион рублей. Поэтому 150 миллиардов, которые предполагается выделить на замещение коммерческих кредитов, конечно, это существенная часть, я бы сказал, но она, конечно, все кредиты не заместит. Но то, что они выделяются, это, я считаю, хороший шаг вперед. И часть, по крайней мере, средств будет высвобождена. Это подспорье и часть вот этой новой финансовой политики по отношению к госдолгу региона. Конечно, конечно. Большое вам спасибо, что пришли к нам в студию. Сегодня по бюджету мы разговариваем с исполняющим обязанности министра финансов Красноярского края Владимира Алексеевича Бахарева. Спасибо, всего доброго. Спасибо большое. Ну, а мы недолго прервемся, и после паузы у нас в гостях политолог Андрей Копытов. Обсудим кандидатов на пост губератора Красноярского края. Все ли так предсказуемо, во-первых? Ну, и почему некоторые, кто собирался выставить свою кандидатуру, так этого и не сделали? Оставайтесь с нами. Нужна хорошо оплачиваемая работа? Приходи учиться в профлицее 54 по специальностям. Электрогазосварщик, электромонтер, электромонтажник, слесарь КИПИА, наладчик сварочного оборудования, лаборант-эколог 260-23-31. С 26 июня по 4 июля в Красноярском крае 4-й международный музыкальный фестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Более 400 участников со всего мира. Информация на сайте www.upfest.ru Более 2000 позиций мягкой корпусной мебели, 500 моделей кухонных гарнитуров, доставка, кредит и рассрочка. Мебельный терминал Шахтеров 49Б. Возвращаемся в студию программы «Итоги». Ян Гермешов, Егор Васильев. Итак, главная новость, политическая новость прошедших 7 дней. Определились первые кандидаты на должность губернатора Красноярского района. Ну и если быть точным, определились первые еще чуть ранее. Но на этой неделе уже были поданы документы в избирком, уже были официальные кандидаты и список стал более понятным. Сегодня мы будем рассуждать о предстоящих выборах с политологом Андреем Копытовым. Андрей, добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Ну, прежде чем говорить о кандидатах и их перспективах, давайте напомним нашим зрителям, кто уже есть в списке, а потом будем обсуждать. Сюжет, пожалуйста.